В среду в 8 часов утра в Венсполсе началась регистрация детей в первые классы на следующий учебный год. Законный представитель ребенка мог подать заявление лично выбранной им школе или зарегистрировать первоклассника путем электронного заявления. На данный момент в Венсполсе зарегистрировано около 400 будущих первоклассников. Венсполское управление образования будет тщательно проверять каждое поданное заявление. Больше всего заявлений подано в Венсполскую четвертую среднюю школу – 83, а в Парвинскую основную школу – лишь 14. В остальных школах Венсполса в среднем зарегистрировано по 40-50 детей. Родители, стоявшие в очереди у Венсполской центральной начальной школы, в среду утром выглядели уставшими. Кто-то из них дежурил всю ночь. Как долго вы стояли в очереди? Мы стояли в очереди сутки, в машине посидели полчаса, так каждый час отмечались в списке, ставили подпись. Если не отметился, место в очереди потерял. Я узнал, что вас поректирует, что вы не поректируете, что вы заходите с Аурином. Вы все первые ставили? Мы ставили. Как вы выбрали центральную начальную школу? У меня дочь учится в этой школе, в шестом классе, а это уже не приоритетный порядок. А мы выбрали эту школу, потому что после переезда центральной школы новые помещения будут находиться недалеко от нашего дома. Поэтому мы приняли такое решение, попробовать попасть в эту школу. Агнеса дежурила у здания центральной начальной школы с воскресенья, отмечаясь в специальном списке каждый час. Ее ребенок стал 15-м в официальном списке регистрации. Мы 15-й. Мы 15-й. А пробовали подать электронные заявления? Да, я стояла и в живую очередь отправляла электронные заявления. Мне сказали, что оно очень далеко, так что это того стоило. А сколько человек выдержали ваше дежурство? Я не помню, мне кажется, что трое не выдержали. Несмотря на то, что в Венсполскую 4-ю среднюю школу было подано больше всего заявлений, 1 февраля в 9 часов утра большой очереди не наблюдалось. Кто-то из родителей вовсе не волновался, так как согласно новым правилам их ребенок проходит в приоритетном порядке. Какие тут были очереди? Родители не дежурили? Я только что разговаривала с одной мамой, она пришла в 8 утра и впереди стояло 16 человек. Я думаю, что большинство родителей воспользовались возможностью отправить электронное заявление. Оскар, отец будущего первоклассника, пришел в 4-ю среднюю школу в 9 часов утра. И, как сам признался, дежурство он не вел. Эту школу я выбрал, потому что она находится недалеко от нашего дома. Не знаю почему, просто так. А вы не дежурили? Нет, спокойно, пришел сегодня утром, очереди нет. Не нервничайте, что ребенок не попадет в эту школу. Нет, я абсолютно спокоен. Все равно куда-нибудь попадет. Все не так уж плохо. Вопреки предварительному ажиотажу, в день регистрации в школах не наблюдалось длинных очередей. Однако и в Венсполскую центральную, и в 4-ю среднюю школы было подано гораздо больше заявлений, чем количество мест. Как объяснил председатель Венсполской городской думы Айварс Лембергс, тенденция создавать предварительные очереди появилась после того, как отменили принцип закрепления микрорайонов за школами. И, конечно, есть в глазах родителей более престижные школы и как бы менее престижные школы. И мы тут власти ничего поделать не можем. Это как бы престиж есть престиж. Ну вот, и, конечно, если в школе предусматривается два первых класса, ну то количество там учащихся, оно ограничено. Притом, сейчас вводится новый норматив, что должно быть на каждого школьника в классе не менее двух квадратных метров. И, значит, там, где раньше классы комплектовались, там, 30-32 ученика, может быть, 34, сейчас уже этот норматив не позволяет и комплектуется, там, 24. Разница на каждый класс, в моем примере, это 10 учащихся, два класса – это 20 мест меньше, понимаете? Чтобы третий класс открыть, мы, конечно, не трудно додуматься, что давай откроем третий класс, но надо тогда считаться, что школа должна стать на треть больше, потому что тогда дополнительно считаться три класса первые, три вторые и так до девятого, да, а потом и средняя школа, наверное, будет еще дополнительно один класс. Такое невозможно. Городоначальник также отметил, что даже с переездом Венсполской центральной школы в новые помещения нынешней вечерней школы нельзя будет увеличить количество первых классов. Новый учебный год планируем мы начинать в новом здании, ну, в новом старом здании его надо реконстрировать, почти миллион там будем кладывать на перекрестке улицы Саулес и Петера, но там тоже, там более просторные будут классы, но все равно там, может быть, классы будут на несколько учащихся больше, чем сейчас, но открыть третий, первый, ну и, соответственно, до девятого, там такой возможности нет. Регистрация детей в первые классы продолжится до конца февраля. На данный момент свободные места есть во всех школах Венсполса, за исключением Венсполской центральной начальной школы и четвертой средней школы.